Новость последнего часа из Киева. Верховная Рада отстранила Виталия Захарченко от выполнения обязанностей министра внутренних дел и одобрила закон, который позволяет освободить из колонии Юлию Тимошенко. Сегодня статья о превышении полномочий, по ней экспремиерация дела два с половиной года и с семи по приговору, больше не является уголовной. Депутаты несколько минут назад ушли на перерыв до утра субботы, приняв целую серию решений после того, как сегодня Виктор Янукович и оппозиция при посредничестве России и Евросоюза подписали соглашение об регулировании политического кризиса. Над документом работали долго, с большим трудом. Суть коротко. Украина возвращается к Конституции десятилетней давности, когда были урезаны полномочия главы государства. В стране пройдут досрочные президентские выборы. Будет новое правительство и новое амнистия для участников массовых беспорядков. Обо всем подробнее из Киева Олег Шишкин. Девять часов без перерыва и с участием посредников, глав внешнеполитических ведомств Польши, Германии и Франции, а также российского обмудсмена Владимира Улкина и посла на Украине Михаила Зурабова, власть и оппозиция искали выход из тупика. В середине дня на сайте украинского президента появилось официальное заявление. Янукович первым сделал шаг к перемирию. Заявляю о том, что я инициирую досрочные президентские выборы. Я инициирую также возвращение к Конституции 2004 года с перераспределением полномочий в сторону парламентской республики. Призываю к началу процедуры формирования правительства национального доверия. Между тем, оппозиция продолжала говорить, что соглашение необходимо обсудить с Майданом. На площадь приехали даже главы МИД Польши и Германии. Затем новый раунд переговоров в администрации президента. Каков был накал дискуссии, иллюстрирует видео, размещенное на сайте польской газеты Выборча. Глава польского МИДа Радослав Сикорский в разговоре с кем-то из оппозиции не стесняется выражения. Если Вы не поддержите это, то введут военное положение, придет армия, и Вы все умрете. В результате церемония подписания соглашения об урегулировании кризиса все же состоялась. Ближе к вечеру. В начале минута молчания в память о погибших в беспорядках. В заключении соглашения все присутствующие встречают аплодисментами. Документ предполагает возвращение Конституции Украины образца 2004 года. Этого и добивалась оппозиция. Украинский президент теряет значительную часть полномочий, если полнота власти переходит к Верховной Раде. Украина становится парламентско-президентской республикой. Коллекционное большинство в парламенте выбирает премьера, который затем формирует кабинет. Президенту подчиняются лишь руководители службы безопасности, МВД и Минобороны. Коллекционное правительство должно быть сформировано на Украине уже в течение 10 дней. Президентские выборы должны быть проведены не позднее декабря. Появятся новые лица во власти, увеличится доверие. И вот тогда, если эти еще лица будут проводить правильную политику, прежде всего по борьбе с коррупцией, по дорегуляции экономики для малого, для среднего бизнеса, по уважению прав человека, вот тогда постепенно накал будет сам уходить. Весь день Верховной Раде страсти были накалены до предела. Споры на повышенных тонах то и дело приводили к стычкам. Оппозиция даже на какое-то время блокировала трибуну. Впрочем, уже этим вечером Рада большинством голосов восстановила действия Конституции 2004 года и объявила о прекращении преследования участника событий на Майдане. Между тем, там не торопятся разбирать баррикады. Эксперты считают, что соглашение не гарантирует прекращение насилия. Предыдущие договоренности экстремисты неоднократно нарушали. Нет достаточно гарантий, что будут освобождены улицы, помещения и так далее. Там всего лишь сказано о том, что будут предприняты усилия с этой целью. Одно дело, никаких сроков при этом там не указано. Какой вес имеют достигнутые соглашения для тех, кто стоит на Майдане, покажет, скорее всего, уже нынешняя ночь. Олег Шишкин, Бедрик Яновский, Евгений Иванов, Ольга Хитрина, Первый канал, Киев.